здравствуйте я анатолий корнеев вице-президент компании сим сегодня мы продолжаем разговор о дефектах и болезнях вина причин для беспокойства несколько самый распространенный и простой в этом случае вино впрочем можно пить но она уже является если хотите признаком старости это фактически близкая к гибели вина стадия это так называемый хересный тон он абсолютно прогнозируемый и более того востребован в так называемых продуктах хересных типах вин к этому рано или поздно приходит любой продукт это признаки окисления другими негативными признаками вина которые увы к сожалению не лечатся станут тона так называемой мокрой земли ясмина в вине и это как раз тот редкий случай которого невозможно избежать потому что винодел использовал некачественный материал виноград был поражен плесенью такое вино выбрасывается в пропасть с ним делать больше нечего и последний дефект на котором мы сегодня поговорим это так называемые летучие кислоты это уже как раз и есть та самая стадия развития вина когда оно ушло за грань когда она перестала быть продуктом дарящим нам радость а стало всего лишь навсего уксусом как пахнет уксус мы все с вами представляем это либо следствие также заката вина то есть вино уже умерла и превратилась в уксус либо неправильный температурный режим брожения когда вследствие высоких температур молекулы запахов разрушаются при нагревании а вино развивает вот эти вот негативные ароматы такое вино сожалению тоже лучше забыть можно найти удовольствие в других продуктах вот собственно основной набор признаков которые легко подскажет нам с вами наш нос